Лето уже не за горами, а это означает, что большая летняя ролевая игра приближается с каждым днём. Легенды Северных Королевств основаны, как вы знаете, на цикле книг польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак», а также на одноимённой серии игр студии CD Projekt Red. Мир «Ведьмака» большой и интересный, но непосвящённому игроку будет легко затеряться в нём. Именно поэтому мы начали знакомить наших подписчиков, будущих игроков и мастеров с особенностями этого мира. Вы наверняка видели в нашем паблике ВКонтакте посты, посвящённые отдельным личностям, героям или чудовищам, обитающим в мире «Ведьмака». А в этих видео мы познакомимся с вами с более глобальными вопросами, связанными с политикой, историей или религией этого мира. Надеюсь, эти обучающие материалы помогут нашим игрокам и мастерам лучше войти в мир игры «Легенды Северных Королевств» и сделать эту игру поистине незабываемой. Итак, начнём мы с того, что рассмотрим такой важный вопрос в истории мира «Ведьмака» как сопряжение сфер. Считается, что сопряжение сфер – это страшный магический катаклизм, который случился примерно полторы тысячи лет назад. В ходе этого катаклизма границы между целым рядом миров истончились настолько, что существа из одного мира смогли проникать в другой. Так, континент, на котором разворачивается основное действие нашей игры, населили всевозможные магические существа и чудища. Из-за того, что они пришли из других миров, у них нет своей экологической ниши в этом мире. Именно поэтому их часто называют «реликтами» периода сопряжения сфер. Многие из этих существ, такие, например, как Грайверы, Альгули, Кокатриксы или, например, Главоглазы, весьма и весьма опасны и представляют большую угрозу для разумного населения. Впрочем, и разумные расы не могут назвать себя аборигенами этого мира, который, кстати, как упомянул в одном из своих интервью пан Сапковский, называется Неверлэнд. Нужно отметить, что сопряжение сфер было достаточно длительным процессом и длилось многие века. Принято считать, что первыми в самом начале сопряжения сфер в этот мир пришли гномы. За ними последовали краснолюды. А спустя еще 200 лет этот мир заселила могучая и надменная раса эльфов. Кстати, многие считают, что именно эльфы, стремясь к бесконечной экспансии, с помощью своей магии истончили границы между мирами, что, собственно, и привело к тому самому сопряжению сфер. Эльфы быстро заселили весь континент, построили на нем свои прекрасные города и вытеснили при этом гномов и краснолюдов, уготовив им участь второстепенных рас. Егемония эльфов длилась примерно 750 лет. Пока в один прекрасный момент в устья рек Понтер и Яруга не прибыли 4 корабля. На этих кораблях прибыла новая, молодая и на первый взгляд очень слабая раса, раса людей. Именно из экипажей этих кораблей впоследствии возникнут Королевства Севера. Несмотря на свою короткую продолжительность жизни, люди быстро заселили континент и стали на нем доминирующей расой. Таким образом, катаклизм сопряжения сфер, который лежал в основе мира ведьмака, населил его очень разнообразными, интересными и опасными существами. С которыми, конечно же, предстоит столкнуться игрокам и мастерам, которые приедут в Китиш летом на большую ролевую игру «Легенды Северных Королевств». Ну что ж, а в следующий раз мы подробнее поговорим именно о расах мира ведьмака. Тем более, что у игроков будет возможность выбрать себе расу, что будет непосредственно влиять на игровой процесс. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И, конечно же, приезжайте летом на большую игру «Легенды Северных Королевств». Подробнее о том, как приехать на игру, как подать заявку, вы можете прочитать в описании к этому видео. До встречи в следующем обучающем видеогайде. Пока!